добрый день добрые зрители доброго канала с вами волонтер бездомных животных и приют твори добро наталья а в данном ролике я расскажу вам что мы ездили забирать клёпусы стационара и веню оставили на стационаре и вене вене отвезли на кастрацию и ампутацию хвоста и вечером николай мне наговорил аудио и сказал наталья хвост у него абсолютно живой отрыва там нет никакого сделали собаки нашей взяли кровь где увидели завышенной повышенной лейкоциты хотя не взяли биохимию отвели его к нефрологу ей не понравился запах и цвет мочи мне он тоже мне нравился последние два дня я об этом сказала доктору вот вам и москва вот вам хваленый и в.ц. где я отвезла простите мне 16000 в никуда то есть я очень пожалела что мы съездили в этот центр честно говорю я просто мы просто выкинули деньги и собаки не оказали ничего не помощи не чего потому что у них по анализам по узи и вообще по всему прочему было все прекрасно и все хорошо в отличие от того что вчера мне сказал николай что анализы у веньки к сожалению плохие сейчас надо собаку стабилизировать кастрацию отложили сначала сейчас премию принимает большое участие в его жизни нефролог то есть надо понять что за инфекция у венчики николай сказал чтобы собака у нас не молодая но собаки делают все все заново все идет в противовес тому что сделали нам в москве то есть да если вы помните нам сказали надо отрубать хвост здесь николай говорит хвост ему трогать абсолютно не надо он даже на приеме это сказал он у него теплый живой вчера он делал все снимки и сказал что это бред бред того что вам то вам назначили в общем молимся за венчику держим кулачки за венчику клёпа был безумно рад снова оказаться у мамы вот николай сделать замеры и мы будем заказывать венчики коляску и как всегда уважаемые мои большая дружная семья вся ваша помощь все ваши денежки идут на сейчас лечение и реабилитацию наших ребят с большим уважением к вам волонтер бездомных животных и приют твори добро наталья на этом решили пока остановиться с чем не стала деформация стабиль пока остановились по причине того посмотрю как будет заживать устьеотомия я слав пока будете лучше бы осады как она тянется потому что если она хорошо будет тянуться должна была нормальная карида деформация сделка вот это во первых во вторых лапа не опора на животных при опоре только заживают любой перелом а даже искусстве на котором мы создаем вот этот вот выпиливание куска из костей и на этом будет заживать если он будет хорошо заживать, если лапка будет подтягиваться, мы это исправляем и не заморачиваем. Дальше смотрим, если у нас все идет по плану, мы тянем элизаровым, если не по плану, значит протезируем. Вот, второй момент, по поводу клепы. Ну, клепы это вообще шуботная, буйная, она тут терроризировала всех. Короче, первично сделали пока только остеотомию, и сейчас еще буду разговаривать по поводу того, что если тянуть, ну, даже если протезируем, я боюсь, придется все равно, как вытягивать, если остеотомия у вас там не получится, то есть надо будет ровную кость, я с горшком поговорю. Нам бы вытянуть, да, потому что, ну, как бы, я вам говорила, что подписчики из Израиля его очень сильно ждут, да, и они говорят, мы лучше его возьмем такого, но без протеза. Без протеза? Ну, мы тогда ему косметические лапы сделаем, при гости интегрируем, нужен большой рычаг, хороший рычаг, ровная кость. По-хорошему нужны метафизы, то есть нижняя часть, чтобы кости была целая. Лучше процессы заживления протеза, вот как у ягодного нашего. Все, что короче, это риски. Если они с Израиля, у них возможность огромная есть в каком плане? Есть протеза одеваемая. Лапа, мы сейчас ее просто, нам нужно ее поделать, вот, чтобы она покрасивее была. Мне вот это больше всего не хотелось, вот, чтобы мне ее поставили, не мне, а ему. Вот, короче, и на нее будут одевать, он будет с ней бегать, как с палочкой. Сняли, одели. Вот, вот с этой культой. Нет, мы разберемся с этой культой. Если ее просто подтянуть, если ребята готовы, что он будет, ну, как бы... Да, они не хотят, наоборот, протеза. Мы только позже вчера мы с ней разговаривали. Их хорошо, нет, они молодцы, в плане того, что, ну, понимают, это на самом деле степень ответственности очень высокая. И проблема в том, что если кто оперирует, тот его ведет, а у них как бы с Израилем вообще будет не очень удобно общаться. Ничего, у них ватсап, помощь к ватсапу. А, все, понял. Поэтому, да, вообще, она очень простая, женщина, она вообще русская. Мне только вопрос один. В Туле, там, как вот эта Вита клиника, да, я попрошу только, нужно будет доехать через недельки-две и сделать боковой рентген и прислать меня сюда. Мы тогда прям планируем, еще он чуть подрастает, я ему тогда разверну лапу, мы тогда на этом заканчиваем. Мы, в принципе, даем ему дозаживиться, выдачим металл, чтобы не было проблем на границе. Потом еще мы будем на связи, да. Да, и к ребятам, пускай едет клет, тогда уедет он туда, в Израиль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok